Здравствуйте! В эфире программа «Другой формат» и я, депутат Архангельского областного собрания Александр Дятлов. Неделю назад я поинтересовался у вас, стоит ли бюджет региона на следующий год объявить бюджетом развития сферы здравоохранения, предусмотрев в нем средства на развитие и модернизацию системы здравоохранения. 7 дней шло голосование и вот его результаты. 92% проголосовавших считают, что изменения в области здравоохранения назрели и на них необходимо направить средства областного бюджета. Устраивает нынешнее состояние медицины в регионе лишь 8% посетителей сайта информационного агентства «Двинаинформ». А от неопределившихся со своим мнением на этот счет на этот раз не нашлось. Таким образом, мнение жителей области почти единодушно. В сфере здравоохранения в Архангельской области назрели серьезные перемены, которые невозможно осуществить без серьезных финансовых вложений. А я в свою очередь донесу позицию северян до областного руководства. Дополнительное финансирование здравоохранения вполне можно назвать инвестициями в социальную инфраструктуру. Но мы не должны забывать и о том, что в области есть много других предприятий, в первую очередь производственных. Им тоже нужна поддержка в вопросах развития. Однако финансовые затраты на модернизацию государство здесь нести не может. Инвестиции в развитие частного бизнеса – задача его собственников. Государство же может лишь оказать содействие тем, кто готов тратить деньги на совершенствование своей производственной базы. Например, лесная отрасль. В ней на территории региона сегодня реализуется 8 инвестиционных проектов, в рамках которых собственники лесоперерабатывающих производств вкладывают в их развитие десятки миллиардов рублей. Областная власть им тоже помогает выделять на льготных условиях лесосеку, представляя другие преференции. Буквально накануне я с моими коллегами по областному собранию депутатов проверили, как идет реализация этих инвестпроектов. Мы побывали на Архангельском ЦБК, лесозаводе номер 25, Устьянском ЛПК, а также в компании Поморский лесной технопарк. Увиденное там вызывает только положительные эмоции. Нас порадовало, что среди собственников предприятий лесной отрасли есть те, кто готов получаемую прибыль вкладывать в развитие производства. Например, ЛДК-3, являющийся одним из участников лесозавода номер 25, который в свою очередь входит в состав группы компаний «Титан», готовит инвестиционный проект стоимостью в 5 миллиардов рублей. И мы, как профильный комитет областного собрания депутатов, уже обратились к губернатору Архангельской области и в правительство региона с просьбой поддержать это начинание. Без таких проектов, как показывает практика, в лесной сфере никуда. Ведь еще 15-20 лет назад весь лесопромышленный комплекс региона представлял собой типовые лесозаводы, построенные в 60-70-х годах прошлого века, отличительной чертой которых была высокая себестоимость продукции. Именно по этой причине многие предприятия из советского наследства мы потеряли. 12-й лесозавод, 2-й лесозавод, лесозаводы номер 23 и номер 10. Совсем недавно этот перечень пополнился лесозаводом номер 3, который также уже никогда не возобновит производство. Причина, по большому счету, проста. Все эти предприятия в свое время отказались от модернизации производственных мощностей, а значит и от снижения затрат и себестоимости. В итоге их продукция оказалась неконкурентоспособной на европейском рынке. Однако в числе частных инвесторов, претендующих на государственную поддержку, не всегда встречаются порядочные компании. К сожалению, Архангельская область здесь не исключение. Несколько лет назад общество с ограниченной ответственностью вельский деревообрабатывающий комбинат, входящий в холдинг, принадлежащий одному из самых богатых российских предпринимателей Роману Авдееву, за ним числится 69-я строчка Forbes, реализовывал инвестиционный проект общей стоимостью чуть более 2 млрд рублей. А сегодня предприятие оказалось в предбанкротном состоянии. С заявлением о признании его финансово несостоятельным в суд обратилось одно из предприятий Каргопольского района, которому вельский док задолжал чуть больше 17 млн рублей. Эта история натолкнула меня на несколько вопросов. Первый. Что это за предприятие, которое, реализуя миллиардные инвестпроекты, не может расплатиться с подрядчиками? Второе. Правильно ли поступает государство, оказывая поддержку таким предпринимателям? И третье. Насколько тщательно федеральным Минпромторгам, которые принимал решение о поддержке инвестпроекта, проверялись документы, представленные предприятием? Ответить на эти вопросы бескомпетентных органов, увы, не получится. Поэтому я прошу прокуратуру Архангельской области и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации считать эту передачу официальным запросом о представлении информации. Впрочем, проверить это предприятие намерены и мы, депутаты областного собрания, совместно с правоохранительными органами региона. Ну а пока давайте поразмысляем над тем, как сделать так, чтобы подобных случаев больше не было. Может быть, есть смысл создать черный список предприятий, которые недобросовестно используют государственную помощь при проведении инвестпроектов? Один подобный черный список, кстати, в стране уже появился. В него будут включаться недобросовестные арендаторы лесных участков, пренебрегающие своими обязанностями. Фигурантам этого списка уже точно никогда не удастся получить государственный лес в аренду. Так может быть, есть смысл пойти дальше? Именно этому и посвящен нас следующий опрос на сайте информационного агентства «Двинаинформ». Да, нужно четко отделить честных предпринимателей от тех, кто готов поступиться с законом ради собственной выгоды. Нет, это не изменит ситуацию, поэтому не стоит плодить бессмысленное количество бумаг и законов. Не определился. Мы ждем ваши ответы в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. На экранах телевизоров вы видите наш адрес электронной почты. До свидания и всего вам доброго.